Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа встретился с жителями старого поселка Развилка. Дома, в которых живут люди, уже 9 лет, как считаются ветхим жилым фондом и подлежат расселению. Строительство новостроек, куда должны переехать посельчане, затянулось. Была выделена земля и началось строительство. Тендер выиграл Инвестсити, но в какой-то момент, где-то в 16, я точно год не помню, стройка остановилась и 2,5 года стояло. Вошел новый инвестор и кризисный менеджер Деменчук Алексей Викторович, который, в общем, как бы разруливает эту программу. Сейчас ситуацию под контроль взял губернатор Московской области, и в будущем людей наступила определенность. В настоящий момент старые дома планируется расселить в две очереди. В первую очередь переселение – это следующий год. Ориентировочно, ориентировочно застройщик хочет на второй квартал следующего года. Я говорю осторожно до конца следующего года, чтобы потом не было такого, что я кого-то обманул. Это первый, третий, пятый и восьмой дома. Первый, третий и пятый – это просто что-то с чем-то. Есть деревянные перекрытия, первый и третий дом. Во всех домах идут сквозные трещины. Это просто справедливо, если в первую очередь будут расселяться именно первый, третий и пятый дом. Хорошо. Вторая очередь затронет оставшиеся дома поселка. Также перед собравшимися выступил представитель застройщика. Алексей Демьянчук подтвердил, что все озвученные сроки будут соблюдены и люди, согласно графику, получат новое жилье. Сейчас как раз разговор идет о следующем. О том, чтобы переселить подобный объем квартир в первую очередь. И логика наша по переселению первого, третьего, пятого и восьмого дома связана и с их износом, и с тем, что они логически находятся дальше от дороги для того, чтобы их снести, огородить и оставить. В свою очередь Дмитрий Абаренов объяснил, что администрация муниципалитета в данной ситуации выполняет контролирующую функцию и предложил в будущем провести еще одну встречу, чтобы проследить динамику процесса. В этом же месте встречаемся и осуждаем, что мы сделаем дальше. Я вам, соответственно, рассказываю уже о тех решениях, которые сделаны по всем процедурам, что есть ли проблема или нет ее больше. И определяемся, как мы движемся дальше. И я вам единственное, что от себя гарантирую, вот это я точно гарантирую, что все решения мы будем принимать с вами. После окончания встречи с временно исполняющим полномочия главы округа, в основной своей массе жители были настроены позитивно. Видно, что энергичный товарищ, мы ему, так сказать, должны поверить. Во всяком случае, он говорит, так сказать, реальные вещи, что слово дает, что берет под личный контроль. Ну, народ ему, я думаю, поверит. Следующее собрание с посельчанами пройдет через три недели. На нем будут обсуждаться условия переселения в индивидуальном порядке. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.